Приветствую вас! Смотрите, вы, Ирина, не задаёте вопрос свой. Если вы просто говорите, что не знаете, как поступить, да? Вот, но как поступить, чтобы что, вы не говорите. То есть не очень понятно, как именно вы хотели бы поступать. Как именно и чтобы что вы хотели бы поступать. Ну просто потому что цель у вас какая-какая цель. То есть если вы хотите сохранить семью, то это одно, если вы хотите себе разобраться, это другое. Если вы хотите чего-то ещё, это знаете, и так далее. А так пока эта история достаточно неизна, на мой взгляд. Вот. Потому как что вы хотите неясно, что вам нужно неясно, а ситуация, ну да, она объективная, она неприятная. И вас можно понять, можно понять, почему вы, собственно, реагируете таким образом, подобным образом. Вот. И так далее. Вот. Что до ситуации, как таковой, то мне лично кажется, что дело здесь в том, что мужчина получает от вас. И от, значит, ну, от любовницы. Да? То есть, насколько мужчине, к примеру, хорошо в отношениях, допустим, с вами. Насколько мужчине хорошо в отношениях, в отношениях с вами. Насколько мужчине хорошо в отношениях с любовницей. То есть, пока выглядит всё таким образом, что человек просто и от вас, и от любовницы что-то получает. Вот. И он хочет продолжать что-то получает. И от вас, и от твоей любовницы. К сожалению. А мы сейчас, к слову, не говорим о том, хорошо ли это или нет. Мы сейчас, к слову, не говорим, насколько мужчина, ну, мужчина, например, прав в своих действиях. Мы сейчас просто говорим о том, как, вероятно, обстоят дела на, допустим, текущий момент, ну, на текущий момент. Вот. И что вам, собственно говоря, мой нужно делать? Совершенно очевидно, совершенно очевидно, что мужчина, ну, проигнорировал вашу просьбу. Мужчина не обратил внимания на то, что вы попросили. И совершенно очевидно, что человек по сути просто гнёт свою линию. Вот. Это не хорошо и не плохо, это, ну, условно говоря, данность. Это данность. И очень важно, на мой взгляд, эту данность в первую очередь принять. Мужчина игнорирует вас, игнорирует ваше желание, почему-то не прислушивается, почему-то считает их недостаточно важными, считает их недостаточно ценными для того, чтобы как-то вот в соответствии именно с ними что-то делать, да? Вот. И здесь вопрос и вопрос того, как и насколько вы защищаете свои интересы. Вот. Вполне возможно, что если вы спокойно приняли его решение, вот, а это тоже нужно выяснить, насколько спокойно вы приняли его решение. Вполне возможно, естественно, и так, то имеет смысл просто напомнить ему о том, что он обещал и напомнить ему о ваших, например, же интересах, да? О ваших интересах, о том, что вам хочется и что вам, собственно говоря, нужно, потому что ждать можно очень долго и так ничего, чтобы, собственно говоря, и не дождаться. Вот. Такая, примерно, история, да? В общем, есть, конечно, причины, да? По определенные причины и основания, на мой взгляд, по которым мужчина не относится, ну, серьезно, к тому, что вы хотите есть основания. Вот. Ну, мне, в общем-то, думается, что эти основания имели место, имели место еще раньше, вот. Вон. До того, как, значит, у вас начались какие-то сложности, до того, как у вас начались какие-то проблемы, до того, как вы узнали о том, что у него любовница. Кстати, вот исходя из вашего рассказа, можно предположить, что те подавления, которые у вас были, они остались, образно говоря, в Туне, то есть вы ничего не сделали для того, чтобы, ну, как-то эти свои подавления раскрыть, да? Вот. Судя по, опять же, тому, что вы говорите. И мне не очень, мне не очень понятно, почему вам было, ну, проигнорировано это. То есть, если, 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 если у вас были подозрения, что, вот, ну, что у мужчины может, может, может быть что-то, да, или, или кто-то, вот, то почему вы ничего не сделали? Вот. Вот. Почему вы не, о-о-о, поговорили об этом? О-о-о-о. Мы решили. И так далее. Вот. Но, тут уже, тут уже, все зависит исключительно от, э-э-э-э, значит, того, какие взаимоотношения между вами изначально были. Вот, изначально были, по-моему. Значит, вот, в принципе, и все. Я думаю, что у вас есть полное право не участвовать в тех мероприятиях, которые организовывают ваш, ну, ваш муж, ваш мужчина. Вот, и вы вправе требовать, опять же, вы вправе требовать от своего мужа, ну, скажем так, определенности. Вот, и вы вправе требовать от своего мужа какой-то, вот, ну, позицию, позицию, поэтому вопрос, потому что, по сути, мужчина сейчас пользуется вами двумя, да? Работает и вами, и, ну, любовниц, по сути. Такая вот история, такой момент, вот, я думаю, что он имеет смысл, вот, ну, в этом направлении. Я хочу вам поисследовать себя и, соответственно, ваши отношения, да, с, ну, будем, они развивались, постепенно, да, то есть они пришли, вот, к тому, пришли к тому, что имеет место быть сейчас, да, они пришли, опять же, постепенно, вот. И, соответственно, вам, ну, крайне желательно бы, вот, понять, да, крайне желательно понять, почему, а, ваши отношения стали, а, именно, вот, такими. Какие совместные, какая совместная неудовлетворенность привела вас к этому. И уже на этом основании понять, что делать дальше, вот. Возможно, если пришло время поговорить по душам и искренне, искренне, э, э, сказать, сказать друг другу то, что вы хотите, то, что вы чувствуете, то, что вы знаете, то, что вы понимаете, то, что у вас на душе. вот, а за счет того, что вы это все, ну, вы отреагировали не очень искренне, да, и спокойно отреагировали, возможно, на мужчину просто подумал, что, ну, вам все равно, да, и что раз вы не особо, там, допустим, истерили, то можно пожить, например, с вами, с вами, побыть с любовницей, вот, такая история. На этом все, надеюсь, что помог вам подумать, чего вы хотите, и в этом направлении мы вам поможем. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.